Нормально меня слышно, да? Да, сейчас лучше. Харе Кришна, дорогие Байшнавы, пожалуйста, предвидеть вас. вообще очень удивительно что в наше время такие возможности есть мы можем общаться несмотря на расстояние сейчас карантин многие застряли мы тоже по милости Гири Раджа застряли с несколькими прядами здесь в водосток буквально здесь голодан в двухста метрах вот и такая возможность это конечно же шанс для нас погрузиться в священное писание меня попросили поучаствовать в вашей санге это для меня так, что там булькать выключу выключу вотсап и все остальное и так, для меня это действительно очень повод благодарить вас спасибо большое давайте обратимся к шастре сегодня у нас седьмая глава первой песни давайте откроем текст извиняюсь, я заранее не открыл седьмая глава наказание сына дроны прочитаем первый стих первый, второй, третий как вы хотите, чтобы я прям прочитал текст полностью или просто мы можем сам текст прочитать обычно мы читаем три стихи без перевода ну просто как бы сами стихи, сами шлоки и потом санскрит без пословного перевода и стих и комментарий все три стиха подряд без перевода и комментарий чтобы так понять все три вместе и потом тогда ну давайте, да просто в принципе все видят перед глазами ну давайте мы быстро прочитаем ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ ОМ НАМО БХАГАВАТЕ ВАСУДЕВАЯ Нараянам намаскритя Нарам чреванароттамам Дэвим сарасвати вьясам Татуджая мудирет Наштапрэшабадрешу Ниттям Бхагаватасевая Бхагаваттяма шлоке Бхахсирбаватинайштеги ШОНА КУВАЧАН НИРГАТЕ НАРАДЕ СУТЕ Бхагаван Бхадрайна ШУТАВАМ СТАТЬ АГИ ПРЕТАМ ТАТАХКИМ АКАРОТ БХУ ТАТАХКИМ АКАРОТ БХУ СУТАВАЧА БРАМА НИДДЬЯМ Сарасватиам АШРАМА ПАШЧИНЕ ТАТЕ ПАЩЯ ШАМЬЯ ПРАСА ИТИ ПРАКТА РИШИНАМ САТРА ВАРДХАНА ТАСМИН СВА АШРАМИ ВЯСО БАДАРИ ШАМДА МАНДЗИТЕ АСИНО ПА УПАС РИШИЯ ПРАНИДА ДЬЯУ МОНАХ СВАЯМ О СУТА ВЕЛИКИЙ МУДРЕЦ ВЯСОДЕВА НАДЕЛЁНОЙ ТРАНСЦЕНДЕНТОМ МОГУЩЕСТВАМ ВЫСЛУШАЛ ШИНАРА ДУМУНИ ЧТО ЖЕ ДЕЛАЛ ВЯСОДЕВА ПОСЛЕ УХОДА НА РАДЫ ЭТА ГЛАВА КЛЮЧ К ИЗЛОЖЕНИЕ ШИМАД БАГАВАТАМ В НЕЙ ПОВЕСТВУЕТСЯ О ЧУДЕСНОМ СПАСЕНИЕ МАХАРАДЖИ ПАРИКШИТА КОГДА ОН НАХОДИЛСЯ В ОЧРЕВЬ СВОЕЙ МАТЕРИ ПОВД ЛЯ ЭТОГО ДАЛ ДРОВНИ СЫНАЧАРИ ДРОНЫ УБИВШИЙ ПЕТЕРЫХ СЫНОВЕЙ ДРУПАДИ КОГДА ОНИ СПАЛИ ЗА ЭТО ОНИ БЫЛ НАКАЗАН ОРДЖУНОЙ Прежде чем приступить к составлению великого эпического произведения Шимад Багаватам Ши Виаса Дэва находясь в состоянии транса преданности полностью осознал истину И так Шелабрупада подводит итог предыдущим главам Мы знаем, что в предыдущих трех главах Виаса Дэва встречался со своим духовным учителем Получал этого наставления в том, как же стать счастливым и как осчастливеть других вот их главное наставление которое он получил, ты должен написать Шимон Багватан и теперь нужно было понять как же Багватан появился каковы обстоятельства его явления вот следующий стих гласит Сутага с вами сказал на западном берегу реки Сарасвати неразрывно связанной с ведами вместе называемым Шамья Прасой, которая вдохновляет мудрецов в их трансцендентной деятельности, стоит хижина предназначенная для медитации Шамья Прасой приводит здесь слово Ашрам как хижина предназначенная для медитации слово Ашрам означает место где тяжело трудиться но этот Шрама означает на самом деле Ашрам может означать две вещи Шрама означает тяжелый труд Ашрама означает место где никто не работает буквально поэтому часто у нас Ашрама Брамачай и Хасха Ашрама тоже превращаются в такие места но Ачария объясняет, что слово Ашрама может также означать Аашрама что означает место, где люди тяжело трудятся, но не ради мирской цели и так здесь эта ситуация написана, Ясадева находился в Ашраме на берегу Сарасвати, Сарасвати олицетворяет в данном случае реку знаний реку священных писаний, которые должны протекать рядом с местом где жил преданное грехасхи, драмачарь, саняси, неважно мы должны жить на берегу реки Сарасвати на берегу реки зданий для совершенствования в духовном знании безусловно необходимо соответствующее место и атмосфера западный берег Сарасвати особенно подходит для этой цели там и находится Ашрам в Ясадеве в Шамьепрасе, Шила в Ясадеве был домохозяином и все же его жилищи называются Ашрамом Ашрам это место, где основное внимание уделяется духовной культуре неважно кому она принадлежит домохозяину или подвижнику в системе Варнашамы все уклады жизни называются Ашамами это значит, что духовное совершенство не является фактором общим для всех укладов прахмачари, грехасхи, ванапрасхи и саняси имеют одинаковую цель в жизни а создание Всевышнего поэтому с точки зрения духовного развития все Ашамы одинаково важны разница между ними чисто формальная и заключается лишь в степени отреченности саняси считаются выше остальных так как их образ жизни предполагает практическое отречение от мира и третий текст там с Амамашами окруженным плодовыми деревьями Шила Ясадева прикоснувшись для очищения к воде расположился, чтобы погрузиться в медитацию по указанию своего духовного учителя Шилы на родовом Ясадева расположился в этом трансцендентном месте предназначенном для медитации и сосредоточил свой ум Интересно, что Ясадева здесь, прежде чем приступить к медитации касается воды для очищения Дальше в главе мы будем читать о том, как Ашватхана тоже коснулся воды прежде чем выпустить Драмастро Но цели совершенно разные Это говорит о том, что я просто обратил сейчас это внимание думаю, нам тоже стоит иметь это в виду что как раз глава об этом о том, что получив трансцендентное знание человек может по-разному воспользоваться Давайте чуть-чуть вспомним о чем были предыдущие главы Итак, Бхагава первая песня Шимат Бхагава это три вида диалогов мы знаем это три вида вакты и шротры то есть здесь рассказывается, что можно по-разному слушать и рассказывать Шимат Бхагава вообще любые священные писания но прежде всего Бхагавада Катху и как раз вот предыдущие первые три главы рассказывали о Каништха вактах и Каништх шотрах то есть о людях, которые интересуются Бхагаватом говорят о Бхагаватом но как бы на самом элементарном уровне на уровне материальных потребностей как стать счастливыми в этом мире это то, что мудрецы на Мишаране спрашивают у Суты Гасвами да как нам как такое жертвоприношение провести чтобы всем было хорошо но это еще не совсем правильное слушание затем вторые три главы 4-5-6 рассказывали которые вы только прошли о том как человек слушает Мадьяма Шротра ну Вьясадева лицетворяет Мадьяма Шротру человека, который слушает Бхагаватом на втором уровне и почему как мы определяем что это второе потому что он это делает не в материальных целях а с целью осознать себя вот предыдущие на предыдущем уровне этого не было еще человек занимается какой-то внешней ритуалистической деятельностью поэтому там упоминается что мудрецы на Мишаране были покрыты копотью от костра копоть это последствия нашего ритуализма фактически так вот вторая часть очень важна была потому что она как раз прояснила каковы каковы устремления человека который хочет вглубь пойти как мне глубже изучать священное писание так чтобы это было по-настоящему полезно для меня как для души и там основной урок в том что Вьясадева хотя он все он все писал он всю кармаканду писал он даже гьяноканду написал но при этом он не достиг полной реализации своего я он еще не понимал кто он и поэтому он был несчастлив вот он даже багватов написал как мы узнаем из комментариев этого в этой главе да он написал багватов но он немножко по-другому его написал это была другая версия багватов в которой не было правильно нужным образом расставлен акцент там припаркуйте вон там он пока ну здесь вот на дороге да да знак вот то есть извиняюсь то есть он как бы еще да где угодно но сандематар вот и так человек первый раз просто на мотороллере не ездил он риндал не сломал бутылка ок извиняюсь так вот на втором уровне осознания человек понимает что что бы я ни делал какие-то внешние ритуалы в конце концов все это должно привести меня к глубинному пониманию и да он написал все книги даже Багватов написал да и на этом остановился но он не сакцентировал определенным образом внимания вторая часть первой песни рассказывает о том что человек может в принципе даже духовные вопросы задавать но не те духовные вопросы то есть мы тоже можем задавать духовные вопросы почему я страдаю что такое дух что такое ну кто такое бог даже да но при этом если я не ставлю во главу угла именно принцип как я могу служить богу и как я могу слушать его трансцендентные качества то есть именно с целью удовлетворить его сделать это не ради своего самосознания а ради его удовлетворения если этого не ставится во главу citoyл то моя практика не принесет на удовлетворение даже если она будет правильной духовной трансцендентной но она не сделает меня счастливым в этом урок предыдущих И поэтому, чтобы вытащить Вьясадева, безусловно, воплощение Верховного Господа, он полностью осознавший себя душа, но народа, они вместе являют эту лилу, когда народа, вытаскивать его оттуда. И когда, благодаря наставлениям народа, следующим наставлениям Вьясадева достигает своей духовной зрелости, что подразумевает обретение любви к Кришне, вот в этот момент он редактирующим ад-багватам, он его как бы заново пишет, что ли. И вот это тот целый багватам, который будет дальше, который сейчас появится. Вот об этом, собственно, главы, которые были до этого, и сейчас начинается объяснение, что же такое Уттама-Вакта, Уттама-Шротра, кто такие, как можно лучше всего слушать багватам и лучше всего рассказывать багватам. Еще раз, первый делал Шулна-Кариши и мудрецы Иисута-Гасвами, Вьясадева и Нарадамуни второй, и теперь это будут Шукадева и Махараджи Париши. Вот, очень много внимания в предыдущих главах уделялось Вайраги, тому, что такое отрешенность. В этой главе на этом не будет такой акцент, потому что Вайраги, на самом деле, это побочный эффект, это проявление преданности, но не является причиной преданности. И не является практикой преданности. Вот это интересные, важные вещи. В этой главе, когда мы особенно будем читать Атмарама Шлоку, мы узнаем, что как соотносится между собой отрешенность и преданность. Что, оказывается, у них есть определенные отношения, что отрешенность может показывать преданность, в состоянии отрешенности человек более чисто может практиковать преданность. Но, тем не менее, преданность Бхакти ни от чего не зависит, ни от кармы, ни от дьяны. Вот, и так, здесь в этой главе несколько частей. Вам Кришна Кирси Прома прислал, я думаю, у всех, наверное, есть эта разбивка по частям. Вот, ну, там, в принципе, три основные части. Первое описание Самадхи Виасадевы, затем отрешенность Шукадеву Госвами и одновременно привлеченность качественной Кришны. То есть, кто такой Шукадеву Госвами? Это Утама Вакта. То есть, кто в высшей степени готов рассказать, кто лучше всех может рассказать, чем от Бхагавана. Вот, и его качество описано во второй части. И в третьей будет рассказано, собственно, о Уттамашротре. То есть, о том, кто может услышать по-настоящему Бхагаву. Еще раз, слушать не означает слышать. И вот об этом рассказана третья часть. Третья часть рассказана о качествах Махараджа Парикшата. И Махарадж Парикшат, как Уттамашротра, обладает двумя квалификациями, прежде всего. Во-первых, он великий преданный. Во-вторых, он великий царь. Вот, эти оба качества важны. Потому что, с одной стороны, это означает, что у него правильные ориентиры в жизни. Он только для Кришны. Он живет только для Кришны. Но, с другой стороны, великий царь означает, что он не просто думает об этом, или мечтает, или фантазирует. Но он реально, он очень много делает для Кришны. Он всем миром управляет для Кришны, для его удовлетворения. Вот в этом квалификация Уттамадикари. Мы видим на примере Шива Парупады, он, Шива Парупады, я никогда не забывал о Кришне. Я не помню такой момент, чтобы я не помнил о Кришне. И при этом мы видим, всю свою жизнь он посвятил распространению сознания Кришны. То есть, его подвиг беспрецедентен. Никто не может сравняться даже с тем, что сделал Шива Парупады. Вот, собственно, об этом глава будет рассказываться. И в этой же главе рассказывается о первой брахмастере спасения. То есть, собственно, когда тут будет говориться о том, что Ашмадхама выбросила эту брахмастеру. Вот. И что с этим... Ее нейтрализовала Арджуна. Для чего это рассказывается? Для того, чтобы показать наследственность Махарджи Паришида. Он был внуком Арджуны. Кто такой Арджуна? Это вот настолько великий преданный, настолько великий кшатрий. Вот, посмотрите, пожалуйста. Наследственность тоже играет очень важную роль. Иногда мы... Ну, как бы, к этому, может быть, не очень... Как бы... Еще телефон остался онлайн. Так, все нормально, да? Да, да, сейчас слышно. Сейчас слышно. А, было прерывание, да, какое-то? На какой моменте? Чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть. На... На родстве. На родстве, как бы. На родстве, да. То есть, иногда мы думаем, что это не важно. Но на самом деле мы видим, что наследственность, генетика имеет тоже... Играет важную роль в жизни преданных. Не только преданных, всех людей. Шелбрупада часто говорим, что мой отец был великим преданным. От него научился тому, тому. Это факт. То есть, это отдельная тема, которую вы тоже можете потом обсуждать. Так вот, давайте посмотрим, что же у нас... У нас не так много времени. Может быть, мы не успеем пройти всю главу. Я думаю, это не страшно, потому что она, в принципе, из этих двух частей. И, по крайней мере, мы на первой сосредоточимся. Итак, первый стих. Первые стихи – это, собственно, продолжение. Первые 11 стихов – это продолжение еще шестой главы. Что же там произошло? Чем это все закончилось? То есть, как Фиасадео следовал наставления Монара Дамуни? Иными словами. Окей, он выслушал наставления. Но что он теперь будет с этим делать? Вот. И почему он вдруг стал писачим отбарватом? Эти вопросы были заданы раньше, и сейчас вот на них различные ответы. Вот. Шукадео, значит, 9-й, ну так, совсем, давайте разберем, совсем крупными мазками. Итак, первые 8 стихов – это Диасадео, который следует наставлениям Нара Дамуни. Затем 9-й, 11-й – Шукадео, Госвами, изучать Шамад Багаватам. То есть, это, собственно, квалификация Уттама Вакты. Кто же был тот человек, который смог рассказать Шамад Багаватам? И затем из 12-го текста рассказал о событиях, предшествовавших явлению Шамад Багаватам. Ну, то есть, что непосредственно происходило там, вот это все. Потому что это важно, когда, знаете, когда кто-то пишет книгу, пишет, вот я вот там несколько месяцев назад я там пообщался с своим другом в баре, и у нас возникла такая тема, и я понял, что об этом надо рассказать. То есть, какие-то обстоятельства всегда предшествуют. Нужно рассказать, кто я, в диалоге с кем у меня вопрос возник. Это все интересует людей, которые хотят понять предмет. Это не праздные вопросы. При каких обстоятельствах эта книга появилась? Может быть, потому что, может быть, книга появилась при обстоятельствах, ну, как бы карантин, коронавирус, людям нечего было делать, и вот от безделия кто-то написал какую-то книгу. Кто-то фотошопом занимается, кто-то вот книгу написал. Ну, вот нет. Оказалось, что книга эта написана при очень специфических обстоятельствах, при этом отражающих действительность Кали-юги. Встреча Нарады и Вьясы состоялась перед началом Кали-юги, то есть после ухода Кришны, но перед тем, как Парикшит наказал Кали, вот в этот промежуток. И тогда уже, то есть Вьясаде, иными словами, написал, когда еще не было вот этих всех, но, как бы, Кали-юга еще не процветала вот так полностью, но, тем не менее, она уже была, он уже чувствовал, он видел, поэтому он там сам говорит, что я вижу, я увидел все, и там уже решили, он видит, как это все будет, какие будут беды происходить, и готов был, хотел что-то сделать, что-то противодействовать. Ну вот, это вот такие части. Давайте посмотрим еще, так, первые восемь стихов. Может быть, есть какой-то вопрос, вот, по общему этому обзору, чтобы мы, ну, если прям хоть принципиально, чтобы мы не спотыкались, а нормально шли дальше. Если есть, вы скажите, пожалуйста, я там 20 секунд полную сделаю. Да, один вопрос будет. Вы сказали, что с первого по третью главу это конечный, как бы, разговор, диалог с четвертого по шестой Мадьяма, и с седьмого, получается, до какого? Это весь Бхагава там? Весь Бхагава там. А до конца глава? До конца песни. Хорошо, спасибо. То есть, собственно, все остальные главы, начиная с седьмой и по девятнадцатую, описывают, в принципе, Махараджа Парикшата, вот его квалификацию. И его бхакти, его отрешенность. В этом, это то, как шастры в целом описывают квалификацию предного. Есть прямые лакшины, да, есть татаста лакшина, то есть косвенные, дополнительные, это отрешенность. И, собственно, вот эти две вещи только и описываются. Кто может услышать Бхагава? Тот, кто обладает такой преданностью, и эта преданность проявляется в деяниях, и тот, кто обладает такой отрешенностью, как Парикшина. Вы вспомните, дальше будет сказано, «А как так получилось, что он в расцвете сил, как бы, ну, успешный правитель, взял, все оставил и ушел?» Потому что это отрешенность, потому что вот это квалификация. Тот, кто так не может делать, и не может услышать Бхагава. Вот, да, это вот. Хорошо, еще у Сварупы Сиддхи был вопрос, и у Йогишчаны маленький такой вопрос. Харикришна Враджайна, прабу, моим поклонам. То есть, я, может быть, недостаточно внимательный был, я прошу прощения. То есть, получается, что события Бхагава там были написаны до того, как сам Бхагава там произошел? Бхагава там был написан... Вишвана Чакраварта Курита в момент объясняет в своих комментариях. Он говорит, что два раза Бхагава там писался. То есть, сначала, Ясадео написал его до этих событий. Потом у него произошла эта встреча с Нарадемуни, вот, и, ну, я не знаю точно, как он это сделал. Может быть, он дождался, пока эти события там произойдут. Но, на самом деле, но Вишвана Чакраварта Курита однозначно пишет, что это произошло до событий. То есть, он предвидел это все. Ну, это технический вопрос, я не знаю. Но, как бы, это интересно. Мне тоже интересно в этом разобраться, но я не стал, потому что, ну, если Чарли пишет, значит, так и есть. А, как бы, для нас это, может быть, не принципиально. Ну, по крайней мере, для меня, это чисто такая, как бы, может быть, энциклопедическая вещь, там, когда-то произошло. Ну, спасибо. Уточнение. Еще, да, Ягис Чандра хотел задать вопрос. Вас, Патей, кстати. Да, не все. Вопрос такой, вопрос такой есть. Вопрос такой есть. А как понять, там, вы говорите, конечно, это кто слушатель, или кто читает, а кто дает? Учитель, ученик? Кто этот? Ну, в данном случае, это другое. Получается, что, когда народы проповедовали в Ясси, они оба были махиатами? Да, в данном случае так и есть. То есть, как раз, секунду, то есть, там не вопрос, как бы, квалификации, а там вопрос того, какой диалог происходит. То есть, естественно, что народом он не является, ну, утамадикари, да, но в данном случае он ведет себя, как мадьяма. То есть, он говорит о вещах, которые, ну, которые нужны для того, чтобы сделать следующий шаг. То есть, это еще, он не раскрывает высшие истины. Что. Так же, как Сутагасвами, он тоже сам не раскрывает какие-то супервысокие истины. Он говорит, ну, на простые вещи. Он говорит, конечно, там, что смысл всего, это чисто предназначение, на служении, ахаткина пратихата бахти, но он не говорит, ну, о голуби Вриндауна, о чистой бахти, он даже не говорит. Он пересказывает, он пересказывает диалог других. И это для нас тоже важный урок, потому что мы, ну, нам тоже важно понимать свой уровень, уровень, на котором мы можем задавать вопросы, на котором мы можем отвечать. Если мы не квалифицированы давать какие-то ответы, то лучше просто сослаться или пересказать, или отправить человеку другому. Это будет более безопасно. Как я слышал однажды, несколько лет 20 назад в электричке один преданный другому рассказывал про то, что есть гопи левого крыла, есть гопи правого крыла. И я тогда не был образован как-то особо несчастный, но тогда вообще, но мне показалось, что это, наверное, как не совсем уместно вот такие вещи рассказывать здесь, в электричке, причем в Москве. Ну, если прям интересно кому-то, ну, пусть почитают, там, есть где почитать. Нам не надо такие вещи рассказывать. То есть нам важно понимать, на каком уровне я нахожусь, а мой уровень – это реально мои интересы. Вот что у меня прям болит. Вот что, у кого что болит, тот о том и говорит, как известно. Вот что у меня на самом деле болит. У мудрецов на Мишаране болело просто вот за людей. Но у них не было духовных каких-то прям. Они понимали, что есть духовное измерение потребностей людей. Поэтому они об этом тоже спрашивают. Они из шести вопросов. Там есть вопросы касательно Кришны. Тоже, да? Ну, они все касаются Кришны. Но это, как бы, Кришне в контексте альтруизма. То есть благо для всех людей. Вот. И затем то же самое с Вьясадевой. Вьясадевой играет роль Мадьяма Шротры. То есть того, кто пока интересуется какими-то промежуточными вещами. Его интересует именно самосознание. И Вьясадева приходит. Хорошо, ты хочешь так? Давай я буду тебе с точки зрения самосознания говорить. Но, чтобы на самом деле осознать себя, недостаточно просто от магиан изучать. Нужно именно чистое предное служение совершать. И вот ты это должен описать. Таким образом, естественно, Нарадамуни и Вьясадева, они не находятся на этом уровне. Но они как бы играют роль. Они играют роль на этом уровне. И Нарадамуни он вытаскивает Вьясадева еще дальше. Тогда как уже Парикшит это слушатель высшей категории. И его партнер, да, по этому диалогу, Шукатева, он рассказчик высшей категории. То есть они, преданные, могут играть роль. Еще тоже Вишвад Чакровальт в этой главе в комментарии объясняет, что преданные иногда могут испытывать других преданных. Так, например, Шукатева с вами испытывал, помните, он испытывал Парикшит в начале шестой главы песни, когда тот услышал о Аде и об адских мирах. И Шукатева говорит, ну, конечно, как избежать Ады? Ну, как? Ну, надо прояжчество совершать, искупление грехов, и все будет нормально. И Парикшит вреднение, подождите, какая прояжчество? Это же корень не лечит. И Шукатева говорит, да, Лагер, я тебя просто испытывал. И тогда он начинает святым именем рассказывать о корне. Вот. Поэтому нам нужно понимать, как бы, что преданные, они, конечно, преданные, у них-то чистый свой мотив и понимание, но они играют такие роли. Вот. То, как это, насколько я это знаю, как я это слышал. Старший. Окей. А как-то дальше пойдем? Да, тогда мы же дальше пока что вопросов нет. преданные, если у вас есть вопросы, напишите в чат, там, вопросики или сам вопрос. Ну, давайте мы посмотрим, да. Итак, первая часть, первая часть, давайте ее более подробно рассмотрим. Итак, сначала вопрос Шаунаки. Прежде всего, мудрецы вновь и вновь подтверждают свое желание слушать. Они, это очень важно на самом деле, когда мы разговариваем с духовным учителем, не нужно ждать, что он будет брать на себя инициативу. Если бы Шукадева, если Париж не задавал вопросов, если бы мудрецы не задавали вопросов, то им бы никто не отвечал, Бхагава там бы не появился. Поэтому, хотя, извиняюсь, гуру, он главный, да, в каком-то смысле, но инициатива идет от младшего, инициатива идет от ученика. И эту инициативу нужно проявлять не просто в уме или какой-то мимикой, но словами. Пожалуйста, объясни нам, расскажи нам, вновь, вновь ходи слушать. Это важный момент. Вот. Итак, что же сделал Весадева, когда ушел на рода? Что он делал с составлениями? Спрашивают. Это тоже важный момент, потому что мало просто услышать, нужно применить. Вот. Это означает, на самом деле, услышать. Услышать и изучить означает применить. Вот. И вот описывается дальше. Весадева находился в своем ашраме, мы об этом прочитали, он сосредоточил свой ум на наставлениях духовного учителя. Сделать это было очень непросто. Как он сосредоточил ум? Он сосредоточил ум на наставлениях, то есть на служении Верховному Господу благодаря связующему процессу предного служения, о чем говорилось в пятой главе, в тринадцатом стихе. И Вьяса стал размышлять. И вот здесь он как бы, то есть вот тут момент в чем, именно четвертый стих говорит о том, что когда Вьяса Дева вспомнил, да, гуру мне сказал, надо думать о связующем процессе предного служения. Что это такое? И он стал размышлять, и очень четко понял, что это такое. Это чисто предное служение без малейшей примеси. И так, это первый шаг, который должен сделать ученик, когда он услышал гуру. Нужно осмыслить. Нужно осмыслить и прийти к выводу. Осмыслить не просто как бы кто к чему пришел, да, мы иногда тоже устраиваем. Как вы это понимаете? И каждый там что-то свое купает. Нет, на самом деле, как любой интерактив или любая там беседа с людьми, если это не, ну, если просто как бы светский разговор, понятно, но если это Кришна-карха, там не может быть речь о том, а как вы это понимаете? Нет, речь о том, а как вы понимаете смысл, который здесь был пересказан, да? Нет, вы неправильно понимаете. На самом деле, смысл такой. А, да, точно. Вот, и смысл это чисто предназлужение, не имеющее никакой примеси. Ахай, такие апратихи, эти баптии. Вот, и в результате этой медитации в четвертом же стихе описывается, что Вясадео увидел верховную личность Бога. Это результат, на самом деле, драштавям. Поэтому в Брехат Тараняйку Панишат говорится, как это стих, отмавари садраштавям, шотавям, мантовям, нидяситавям. Что если ты, Майтреи, о Майтреи, мудрец говорит своей жене, если ты хочешь увидеть верховного Господа, то слушай, размышляй и применяй. Вот эти три вещи. И вот как раз здесь сказано, что он достиг этого. Он увидел верховную личность Бога. Он увидел его Пурнам во всей его красе, как полная луна. Это означает со всеми фазами, как увидишь, Майтрея говорит так вот. Как вот увидеть полную луну, это означает увидеть все фазы луны. Также увидев верховного Господа Пурнам, означает увидеть его со всеми его амшами, калами, то есть со всеми как бы его проявлениями, частичными, полными и так далее. И вот увидев Господа, он не увидел Майи при этом. Поэтому отдельно упомянуто также, что он увидел его внешней энергии. Как мы знаем, известная история, кто-то, по-моему, Бхакти Сиданте в Сарасвазе прибежал, ученик говорит, я видел Кришну, видел Кришну. А что ты еще видел? Майю видел? Видел. А значит, не Кришна был. Потому что там, где Кришна, там нет Майи. Но здесь конкретно напоминается, что Бхакти Сиданте увидел не только Кришну, но и Майю. Она была за Кришной. Она стояла отдельно. Это нужно для того, чтобы показать как бы связку с материальным миром. Хорошо, он увидел Кришну, ну и что? А при чем здесь Бхагавата? При чем здесь материальный мир? Вот. Но нет, он должен был увидеть и то, и другое. И причем, что то, что Майя находится под контролем Верховного Господа. Это тот Даршин, который должен получить человек, прежде чем он проповедует. Вот. Прежде чем мы вообще будем говорить что-то о Кришне, не в смысле повторять услышанное, а в смысле вот от сердца говорить. Мы должны вот так увидеть Кришну, увидеть Майю под его контролем. Увидеть означает, что Майя на меня не влияет. Она, она есть, но я вижу, что это его, это как, ну, я сижу, как банкир, не банкир, кассир, да, Прабхупада приводит, он сидит, считает деньги, но у него нет Майи, то есть он понимает, да, это Майя, но это же чья-то Майя, то есть это не Майя деньги, он не может взять себе ничего. Вот когда предный в таком сознании, он видит Бога и видит всю эту Майю и понимает, что она под его контролем, тогда его сознание чисто, достаточно, чтобы проповедовать. Вот и в пятом стихе говорится, что он увидел, как она влияет на все живые существа. Не только ее увидел, но и ее влияние. Он понял, что живое существо, по сути, иллюзия трансцендентна, но считает себя продуктом материального мира. И поэтому у него появляется много отождествений. Я, мое, и так оно впадает в иллюзию. И впав в иллюзию, оно испытывает материальные страдания. Вот этот вот, это такой ключевой пятый стих, где прямо объясняется, ну, вся природа материальной условности. Трансцендентное живое существо попадает под влияние и начинает страдать. Это то, что он увидел. И поскольку он увидел страдания, живых существ, то в шестом стихе уже говорится, что он понял, а как же избавить живые существа от этих страданий. И мы тоже можем думать, как нам, давайте там, ну, дома, престарелых строим, еще что-то, аппараты искусственной вентиляции, легких, да. Ну, то есть, есть много способов, как облегчить страдания. Но в Ясаде увидел глубинный способ, как только со страданием. В шестом стихе описывается, что он увидел Кришну со всеми его шактами. Главная соединение была, какая же, как вы думаете, ануграха шакте. Ануграха означает великодушие. И он понял, что на самом деле, вот он этот Кришна, вот эти живые существа в мае страдающие, но здесь же, прямо в Кришне, там есть та шакте, которая может проникнуть сюда и вызволить их. То есть нельзя, как бы, ну, снизу вверх подняться. Нельзя на самом деле. Из материального мира Кришна тоже потом говорит, моя дыхшена прахрати суетеса чарачарам чипну ненаконтина жигадзу пари вархаты. Он говорит, это моя энергия, из-под нее невозможно выбраться. Но его же энергии, другой, ануграха шакте, можно выбраться. Вот. И, иными словами, Даршан Вьясадевы, описанный в этом стихе, чрезвычайно важен, потому что он не просто ставит диагноз материальной болезни. Мы можем много видеть диагнозов. Люди везде сейчас говорят, там проблемы, но здесь проблемы социальные, экономические, физиологические, психологические, кругом проблемы. И художники, кино, кинорежиссеры, они очень много говорят об этом, о том, какие проблемы. Но никто не говорит, как их решить. Поэтому мы опираемся на Вьясадеву, не просто потому, что он увидел много, но потому, что он увидел решение. Прежде всего, вот это лекарство. Каково лекарство? Это связующий процесс преданного служения. Это означает, что есть бхакти в чисто, в этом виде. То есть бхакти как душа служит Богу. А есть бхакти как то, что связывает. То есть бхакти как садхана, как практика, как тренировка. И теперь Вьясадева подумал, это все, что стоит стих. Как же это все передать людям? Как вот это все рассказать всем живым существам, страдающим? И теперь он понял, я должен написать Шимадбхабхат. Вот как рождается Шимадбхабхат. Вот это история рождение Шимадбхабхат. По-другому может родиться только что-то другое. Вот. И седьмой стих описывает благо от слушания Шимадбхабхат. И там двойной результат. Во-первых, пробуждается према бхакти. Шимадбхабхат. И таковар объясняет, что в бхакти упомянутом стихе это према, любовное премное служение. Вот. И косвенным образом уходят шока, моха и бая. Иллюзия, скорбь и страх. Вот. Хотя, как Шимадбхабхабхат такой тоже бочеркивает. Хотя предный не стремится к тому, чтобы разрушить эти вещи. Он, в принципе, чистый предный, его это не беспокоит. Но, тем не менее, получает это как бонус. Вот. Да. Ну, вот, собственно, это первые семь стихов. Да, восьмой завершающий в этом разделе. Он решает поделиться. То есть, ему нужно было испробовать этот Шимадбхабхат. То есть, вы представляете, он увидел всю эту картину. Он увидел проблему, он увидел лекарства. Он понял так, надо им дать. Он написавшим Адбхабхабхатам, сакцентировав правильно, Вишна Ачхабхарти объясняет, он отредактировал Адбхабхабхатам, акцентировал Бхакти как приоритет всего. И теперь ему нужно было на ком-то испробовать. На ком. И он принимает решение сделать это на своем сыне. Вот. Вот так вот. Нестандартно. Хотя, Вишна Ачхабхарти говорит, что это вполне стандартно. Отец всегда хочет делиться своим опытом с родным сыном. Вот. И, но, но, Шукадайога был необычным сыном. Он был евритий ниротом. То есть, он уже шел по пути самоосознания. фактически он он осознал Брамана. У него не было болезни. Вот в чем дело. То есть, он хотел испытать, ну, как бы, не то, чтобы совсем не было болезни, но он был уже выздоравливающим. Вот так. И, потому что вот этот уровень Брамабуты, это, может быть, еще не как бы совершенство жизни, но это уже успех. Это уже человек выздоравливает. И вот, собственно, здесь переход на следующий раздел, где Ясадева будет рассказывать Шима Бхагаватам своему сыну Шима Бхагаватам в восьмом стихе об этом сказано. И в девятом Шапауна Кариши спрашивает, интересно, он говорит, как так вот он, почему он вообще заинтересовался Бхагаватам? Ведь он был вот это не бритий нирот, то есть, он уже, его не интересовали никакие темы в этом мире. Ничто материально его не интересовало, не интересовало. Он был Атмарамой самодовлетворенным. Зачем ему было вообще что-то изучать? Расскажи, пожалуйста. То есть, иными словами, Шауна Кариши понимает идею. Идею о том, что Ясадева хотел испытать, и это у него получилось. Почему это получилось? Если это даже с Атмарамой получилось, понятно, что это получится со всеми другими. То есть, если даже выздоравливающий человек сказал, конечно, конечно, я хочу это лекарство, это означает, что больным это точно поможет. Вот. И вот поэтому он задает этот вопрос. Почему же он решен изучать Шамадбхага? И 10-11 стихи он больше. Ну, все это 9-10-11 о 44-144, он рассказывает очень подробно, какова квалификация рассказчика Шамадбхага? Это на самом деле каништха или адгама каништха вакта. То есть, тот, кто на самом элементарном уровне может рассказывать. Затем про Нарадумуми тоже рассказывает, что он трансцендентный и так далее. Это тоже важно, там много про него рассказывано. Но про Шукадеву Госвами очень мало Рассказано в Багалате, в первой песне Почему? Потому что На уровне Уттамашротры То есть На уровне преданного Который слушает идеально, там не важно Кого слушать. И это имеет значение И поэтому здесь упоминается, что Шукадеву Госвами был от Марамы Но это не так принципиально Поэтому, опять же Про Шукадеву Госвами не так много рассказано В первой песне В конце тоже немножко будет Потом, как он появился, когда он шел Помню, дети кидали в него камень и так далее Все встали И его увидели. Ну, буквально Несколько стихов. Вот эти три стиха Говорят о его квалификации По сути, это от Марама Шлока Десятый стих, знаменитейший От Марама Шлока Где говорится, окей Он же от Марама был От Марама Уже идут по пути самосъезнания Они свободны от всех материальных пут Ну, в чем же То есть Шаунак, конечно, спрашивает Зачем он читал эту Грандху Шимадбагву эту Грандху Он же Нир Грандха То есть он вне законов Писания Ему не нужно никакие книги читать Он уже чист, свободен Также Нир Грандха означает, что у него нет узла в сердце Итак, это квалификация Шукадеву Госвами И здесь же в этом стихе Важно как раз определить внимание Соотношение пакти и гьяны Что оказывается Потому что Шукадеву Госвами Олицетворяет вайраги Гьяни Человека, который уже достиг успеха Уже достиг успеха во всем том О чем шла речь в предыдущих главах То есть он реализовал себя как душа Как помните, да Есть три уровня Грубо говоря, есть три уровня сознания Это в гунах природы Это свободное сознание И это сознание чистой любви Вот это вот среднее промежуточное положение Называется гьяна и вайраги И вот здесь находился Шукадеву Госвами Он уже на него не влияли гуны Его неинтересно было все это в материальном мире Но и здесь он еще не был Так вот что же заставило его туда подняться Почему он, хотя его ничто Никакое многообразие Никакие романы, мирские фильмы Игрушки компьютерные Его не интересовали Но почему он заинтересовался Шимадбагматом И как вообще такие люди получают бахти Откуда у них бахти доберется Мишуна Чакварти объясняет Что вот здесь Вот это называется милость предков Только по милости Кришны Как Кришна в свое время проявил милость кумарам Как Мясадева проявил милость к Шукадеве Госвами Вот это единственный способ Как такие люди могут получить бахти Иногда мы говорим Ну там по милости предных я стал Да это тоже милость Но на самом деле Как бахтия санжатая бахтия И только из бахты можно стать бахтой Иными словами Когда человек достигает этого промежуточного уровня Свободы от гуд материальной природы То здесь только по милости великого предного Он может обрести этот вкус И начать на самом деле практиковать бахти Имеется ввиду любовь Любовь к Кришне Бава бахти Вот И вот эти люди Вишна Чакаварти говорит Когда такие люди получают бахти Они начинают практиковать ее чисто Бескорыстно Потому что у них нет никаких корыстных мотивов Наша бахтия на уровне Ну как бы здесь На элементарном уровне Она может быть с примесями То есть я вроде бы служу Кришне А на самом деле я не служу Я выслуживаюсь Я ожидаю что-то еще для себя Что он какие-то мои материальные потребности закроет Это естественно А когда у меня есть материальные потребности Я буду ожидать от Кришны Подскудно, что он их будет закрывать Но в высшем смысле Это, конечно, не удовлетворяет Кришну Поэтому в 7 главе 17 стихе Кришна говорит Именно гьяни мне дороже всех Вот те, кто вот здесь На промежуточном уровне практикуют Вот об этих людях Здесь речь И Шукадева Госвами Как раз олицетворяет такого человека У него не было никаких материальных привязанностей И поэтому Вывод какой Это означает, что Качества Господа Настолько прекрасны Что они, во-первых, трансцендентны И, во-вторых, они настолько прекрасны Что они привлекают даже освобожденные души Итак, это Атмарама Шлока Она прославляет Две вещи Во-первых, она прославляет Преданных, великих То есть чистых От материальных желаний Во-вторых, она прославляет Кришну Потому что Объясняет нам, что Он настолько великолепен И удивителен Что Он удивляет И восхищает Даже свободных Живых существ Которых ничто не удивляет в этом мире Философов Принусловно Так как есть Философов Тот, у кого ничего не удивляет Но Кришна их удивляет А что удивляет И поэтому, помните, когда Ясадева Он послал своих учеников Сказал Повторять эти стихи Там несколько стихов Кто-то говорит Два, кто-то говорит Три И один из них Это был Бархабидамна Таваравапу Корнею Корникарам И другой стих был Про Ахоба Киемстан Акалакутан Что А кто же Кто еще более милостив Смотрите, что он с Баки сделал С этой Путаной Он дал ей Он сделал ее своей кормилице Хотя она хотела его убить И вот это качество Восхищает Даже Шукадеву Как? Да ну? Не может быть Он так с ней поступил? Да нет Так бы никто не поступил Это не карма Это Никакой полубог Так бы никогда не сделал Никакой даже бог Такого бы никогда не сделал Но Кришна Именно такой Вот это то, что привлекает Трансценденталистов Мы в нем Ну вот Это вот первый Такой большой раздел Сейчас Двадцать одна минута Мы можем продолжить Давайте я еще Ну дайте еще один стих Да, одиннадцатый Я расскажу Потом уже Остановимся Вот Итак Да Правильно Одиннадцатый Нужно закончить Потому что это Качество Шукадеву Гасвами Продолжается описание Здесь несколько моментов В одиннадцатом стихе Во-первых Есть Это его качество Описывается Во-первых Он отверг Безличную концепцию Бога То есть он Не держался на нее В этом как раз Разница между Брама-Вадди И Майя-Вадди Да, мы знаем Брама-Вадди Означает Что человек Осознал Браман Но он считает Себя глупцом Поэтому Как Сократ говорил Единственное Что я знаю Наверняка Это что я Практически ничего не знаю Поэтому На самом деле Брама-Вадди Или освобожденная душа Махатма Это не тот Кто мнит себя Махатмой И вот Это моя Вадди Кто мнит себя О, я уже осознал Но на самом деле Брама-Вадди Это человек Который понимает Вух Я такое узнал После чего Я понимаю Что я полный профан Во всем Я оказывается Ничего не знаю И вот в таком сознании В таком состоянии Осознанной некомпетенции Человек может учиться На самом деле Только в таком состоянии Человек может становиться Преданным Идти дальше И вот это Его как бы Квалификация Второй момент Который в этом стихе Обозначен В 11 Это то Что он был Очень предан Очень дорог Преданному Господу Почему? Потому что Его заинтересовал Шамадбхагаватам Если кого-то интересует Шамадбхагаватам А значит Кришна То такой человек Становился очень дорог Преданным И преданные Стали благословлять его Это вторая его Квалификация И третья квалификация В том, что Преданные стали Дороги ему Это даже интересно То есть он До этого В каком состоянии Живут отмораны Отмораны Им никто не дорог Они никому не питают Какой-то Вражды Или Пристрастия Но Друг друга Они уважают Они как бы Понимают О, это серьезный человек Может быть мы Пьем спрайт Вместе Не едим мороженое Но мы Очень уважаем Друг друга Потому что Я понимаю Это серьезный человек Он идет Путем Трансцендентности Не говорите Марк Это просто Серьезный человек Я его уважаю Но Преданных Не все уважают Потому что Не все могут понять Кто такие преданные Помните Когда Пракашинанна Сарасвати Обращался Господь Читания Чего ты С этими Металистами Преданными Легшаешься Но Господь Читания Показал ему Что на самом деле Это и есть Трансцендентная деятельность Что есть Сознание Трансцендентное На котором Ты пребываешь Пракашинанна Ты находишься На уровне Трансцендентности Но деятельности У тебя нет И вот деятельность На трансцендентном уровне Это как раз Киртан Это Киртан Это не мирская деятельность Вот И вот такие преданные Когда они стали Ему эмоционально дороги То есть На самом деле Шукадев Господь Совершил над собой Невероятные усилия Невероятные усилия Потому что До этого Его ничто не тревожило Никто не мог Затронуть его Сердце Ему сердце Было как Кремень Такое Очень Потому что Даже отец Не трогал Мать не трогал Он просто ушел И все Кто-то говорит Что он оставил После себя Частичную экспансию Которая потом Женилась Был второй Есть такая версия Но Он просто ушел Однако Кремные Вдруг ему стали Дороги И для нас Это урок Потому что Мы Внутри Сердце Мы часто Жесткие Это Незрелая Такая Отрешенность У нас есть Нам Собственно Нет дела До других Людей До Членов Семьи До Граждан Страны Нашей До Людей На улице Ну а что Майя Мы уважаем Трансцениталистов Предных Уважаем Но Сердце Наше Закрыто И вот здесь Как раз Говорится Что Шукадевга С вами Преодолел В себе Эту вещь Он Понял Что Я должен Переживать За премьер Жить Ради Премьер Страны Дороги Выпьем Его Квалификацию Вот И вот Тут Шукадевга С вами Приступает К изучению Шимадбхагавата Вот Вот это удивительно Интересно Что Шукадевга Чакраватхи В своем Комментарии Говорит Что Если Человек Прочитав Эти Эти Одиннадцать Стихов Проверьте Себя Давайте Тест Сейчас Сделаем Тест От Шукадевга Чакраватхи Он говорит Если Человек Прочитав Эти Одиннадцать То он заслуживает Наказание Ямараджи Как вор Вот Можете Сами Протестировать Оценили Левую Величайшему Азбхагаву Вот И Сами Вы Себе Приговор Выписать Большой Блог Первый Одиннадцать Стихов Транс Садевы Самадхи Точнее Ну Самадхи Затем С двенадцатого Стиха Собственно Описывается Вот Это Драматичная История Гибели Сыновей Драупади Того Как Швадхама Выпускает Брамастру В страхе От Приближающегося Арджуны Как его Ловят Как его Связывают Как животные Бросают К ногам Драупади Как идет Этот Сложный Диалог И между Кришной И Пандавами С одной стороны И Драупади С другой Ну То есть Там Вы Будете В этом Читать Там Подробно Кто Какую Сторону Принял И в конце Концов Арджуна Принимает Очень Сложное Решение Сам Анализ Вот Этой Истории Это Весьма Душеполезное Чтение И Процесс Это нужно Обязательно Сделать Ну Я Желаю Вам Удачи Вот Возвращение Этой Главы Все Ари Кришна Спасибо Большое Я Закончу Здесь Пожалуйста Может Какие-то Есть Дополнения Вопросы Спасибо Большое За Такой Расклад Этой Главы Действительно Очень Ну Для Меня Очень Много Важных Деталей И Как Стало Понятнее Больше У меня Один Вопросик Есть Ну Этот Часто Вопрос Задается Наверное Но Я До сих пор Еще Его Не Допонял Кто Ж Важнее Получается Квалифицированный Рассказчик Или Квалифицированный Слушатель Или Оба Они Важны То есть Этот вопрос Можно Как бы Рассматривать В применении Как бы В общих чертах А можно В применении Конкретной Ситуации То есть Я могу Подумать Ну В целом В общих Чертах Я Не знаю Насколько Я понимаю И то И другое Важно Это В общих Чертах Тут Нельзя Как бы Совсем Сказать Что Ну Смотрите Как То есть Если Я Вообще Ничего Не понимаю У меня Нет Как бы Поиска Истины И я Встречаюсь С квалифицированным Рассказчиком Махацева То я От него Могу Получить Благо Это Не будет Еще Осознание Блага Это Будет Благо Это Будет Аят Сукрити Поэтому В этом Смысле Квалифицированный Рассказчик Важнее Вот Но Если Я Хочу Проникнуть В суть Происходящего То Здесь Акцент Делается На квалификации Слушателя Поэтому Вот Собственно Эти все Один из Глав Сколько Один из Ну Седьмой По девятнадцатого Они говорят Именно Квалификации Слушателя Вот Ну Вот Так Наверное Да Да Тогда Так Получается Спасибо Большое Тогда Преданные Если Есть вопросы Еще Поднимайте Руки Ягасчандра Прабу Остальные Тоже Включайтесь В обсуждение Конечно Раджима Спасибо Как всегда За некоторую Вопрос Такой у меня Есть Вот Как сделать Своё сердце Мягче Ну Как-то Не меняется Как это Сострадание Обязывать Как поменять Свет Может быть Какой-то Секрет У вас Там Риндава Не нашелся Поделитесь Пожалуйста Да Ну Такой вопрос Как бы Он не совсем По Седьмой Главе Да Тут Просто Как бы На Понимание Мы знаем Что Жесткое Сердце Означает Эгоистичное Сердце Жесткое Означает Что В виде Страданий Других Я Продолжаю Ну Как бы Жить Не переживать Меня Это Не трогает Вот И Здесь Есть Только Ну Один Способ На самом деле Как сердце Изменить Мы знаем Что Слушающим Адбагават Но Слушаем Слушаем Может быть Не очень Получается Поэтому Насколько Я понимаю Вот Как раз Именно Это то Ради чего Пришел Распочитание Он Пришел Чтобы Дать Людям Путь Шаранагати Путь Раскрытия Сердца Это Означает Что я Ну Смягчить Сердце Означает Раскрыть Его Сделать Его Открытым Для того Чтобы Господь Туда Вошел И Сделать Его Открытым Можно Если мы Эмоции Своей Кришне Посвящаем Путь Шаранагати Это как Ну Если хотите Альтернатива Пути Карма Йоги Обычно Мы знаем Что Для того Чтобы очистить сердце Человек должен Практиковать Карма Йогу Вот Это Как бы Классический Ответ Потому Что Постепенно У него Появляется Трансцендентное Знание Он Начинает Ко всем Живым Существам Относиться Равно Одинаково Этот процесс Описан В 4.35 Бхагавангиты То есть Трабидьи Парнипатина 4.34 Обратись Духовному Учителю Получи Трансцендентное Знание Вот И 4.35 Говорит Когда ты Начнешь Относиться Ко всем Живым Существам Но в Кари-югу Как бы Оно не работает Вот так Потому что Карма-юга Означает Я должен соблюсти Огромное количество Условий Я должен То есть Семья должна быть Правильной Заработок Правильным Общество Налоги Правитель Полиция Все как бы Атмосфера Климат Все должно быть Очень правильно Отлажено Для того чтобы Практикуя Такую жизнь Я постепенно Очистил свою жизнь Поэтому Шикришна Чайтания Прабу Джиби Дой Акори Сва Паршада Сви Дама Саба Аблатори Вовведение Шаранагати Говорит Что Чайтания Махаппабху Пришел для того Чтобы Дать людям Шикхае Шаранагати Прабхатэра Прана Он пришел для того Чтобы дать Живым существам Путь Шаранагати И это Шаранагати Это не карма-йога Шаранагати Это деятельность Но деятельность Когда я Не пытаюсь Как бы Все обстоятельства жизни Подстроить Под Кришну А когда я сердце свое Даю именно Я говорю Кришну Ну вот Вот у меня Столько всего есть Спасибо тебе Ну и я начинаю Вот эти Мы говорили Пять основных эмоций Шаранагати Это благодарность Это решимость Это чувство защищенности Это смирение И Полагание на Кришну Когда я практикую Я говорю Кришну Ну вот Я иду Я повторяю святое имя Я делаю это с благодарностью Я иду в общество предных Я делаю это со смирением Я делаю это с Не с напускным А именно вот Ну как бы Я Я себе говорю Вообще ты Кто Вообще здесь Кто ты такой Никто А что ты тогда Из себя Корчишь Вот Я иду сейчас к преданным Зачем я из себя Кого-то корчу Надо быть ягненком Среди предных И Этим Львом там Да А не наоборот А то я тут Среди предных лев А там я ягненок Нет Я ягненок По сути Я ничего из себя Не представляю И при этом У меня столько всего Мне Кришна дает Вот такая медитация Внутренняя Именно эмоциональная И когда мы поем Киртан с предными Мы Нам нужно вспоминать Об этом Вообще Кто я такой Смотрите Сколько мне всего Кришна дал Как я могу Я обязательно должен Идти к нему Я обязательно должен Все Кришна Я бросаю все Привычки свои дурацкие Я к тебе иду Пожалуйста помоги мне Ты мне всегда помогал Ты обязательно поможешь Мне сейчас Я готов все Что угодно Ради этого сделать Да может потом Я съезжаю на свои Старые рельсы Но Вот эта решимость Это и есть путь Шаранагати Это и есть путь Смягчения сердца Я не знаю другого Спасибо большое Что поделились Благослови Чтобы я тоже Смог так Ради этого Кто-то еще Свару по свитке Хотел что-то Спросить Добавить Да Есть вопрос Праджиан Прабу Вы говорили Что Вот материальная энергия Она Настолько могуще Она нас накрывает Что Выбраться из нее Практически невозможно Но это возможно Сделать По милости Энергии Кришны Вот вопрос В том что Я забыл Как называется Энергия Как мы с ней Аудария Шахти Аудария Шахти Аудария Как мы с ней Соприкасаемся В этом материальном мире В ком она проявляется И как нам Получить ее милость Это Экзамен Не Это у меня Вопрос Такой Мне просто Интересно Действительно Прошу прощения Ну Духовный учитель Я думаю Святое имя Духовный учитель А не проявляется Ну Поэтому Духовный учитель Называют еще Как это Ануграха Не ударяй Ануграха 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 Рупа Даже есть Такое Такое Название Такое Духовный учитель Воплощение Милости Кришны Мы поэтому К нему обращаемся Да Так Духовный учитель Ну Не только Потому что Как раз дальше Там В этой главе Арджуна Будет Помните Когда он Когда Шватхама Эту Брахмастру Наслал То Там Как раз Описывается Кстати Разница Как реагируют На несчастье Непреданные И как реагируют Преданные А Шватхама Как непреданные Он отреагировал Как Он сразу же Стал себя защищать А Арджуна Как преданный Он сразу же Обратился к Кришне Вот И там Серия стихов Которые Молитв Которые К нему обращают Он прославляет Его энергией Прославляет Что он Всемогущий И последняя молитва Он Третья Или четвертая Он ему напоминает Для чего Кришна Пришел в этот мир Он говорит Ты же пришел Для того Чтобы Спасти обусловленные души То есть Это Аннубраха Шакти Она От самого Кришны Только идет Но Ее посредником Являются Аватары Кришны Которые приходят Священописание Шимат Бхагаватам Вот И Его преданные Духовные учитель Для нас Мы видим Это на примере Многих 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 Историй Там Прихан Бхагаватамрита Например Да Угоб Кумара Тоже был Духовный учитель Это проявление милости Ну Так вот Все Наверное Может кто-то Хочет Своим опытом Как Еще Это бывает А вот Вы не знаете Значение Самого названия Аннубраха Что Что это значит Я сейчас не помню Можно догадаться Но Я вот не слышал Прям Конкретно Объяснение Хорошо А на каком уровне В человеке Проявляется Это Шакти Ну В какой момент Ну Вот Мы знаем Что Бхактин Такура Говорит Об этом Что Сострадание Аннубраха Это Обратная Сторона Прямы Любви Что Как раз Когда Человек Есть любовь Богу То Она Естественным Образом Она Жесамая Проявляется Как Сострадание К другим Женым Существам Потому Что Это На самом деле Энергия Кришны И Когда Я Связан С Кришной Тесно У меня Это Не Мое Сострадание Не Кого-то Считаем Проповедником Может Быть Это Заслуженно Но Как Правило Это Не Заслуженно Потому Что По крайней Мере В отношении Себя Мы Должны Это Четко Видеть Потому Что Проповедник Означает Тот Кто Делится Любовью В виде Вот Сострадания Как раз Мы Все Что Мы Можем Делать Мы Можем Помогать Проповедникам Есть Что Пропад Есть Его Чистые Представители Которые В своем сердце Эмоции Испытывают И делятся Ими А мы Можем Просто Способствовать Организовывать Какие-то События Слушать Пересказывать Ни в коем случае Не считая себя Проповедниками Мы Можем Проповедовать Как Функционально То есть Мы можем Это делать Когда нужно Но мы Не проповедники Как Подмастерье Он Иногда Может Помочь Что-то Сделать Даже Если Мастера Нет Он Может За него Что-то Сделать Но Он Никогда Не должен Думывать Что-то Себя Представляет Спасибо Вам большое Ари Кришна Ари Кришна Спасибо Большое Преданные Еще Есть Какие-то Вопросы Задавайте Пока У нас Есть Время Возможность Добавить Много Много Добавления И Старше Старше Примное Старше Примное Может Добавить Что-то Просто Да Информации Много У нас Немножко Другой Формат Как я Говорил Мы Больше Уделяем Внимание Слушанию Обычно У нас Короткие Объяснения И мы Больше Вовлекаемся В такое Дополнение Обслуждение Но этот раз Он Как я и говорил Предным Он немножко Отличается Больше Акцент На слушание И действительно Как вы говорите Что даже Ну этого времени Не хватает Чтобы сделать Такой Глобальный Обзор Этой главы Она очень важная И в то же время Очень много Деталей Там Вы уже Описали Очень Красочно И детально Вот это вот Начало Как бы Действительно И сейчас Есть о чем Подумать У нас Как бы Как раз Это вот Лишь у нас Чекровать Это кур Когда Высказывание Сказал Что Если мы Не дооценим Это Если мы Сейчас просто Как-то Пропустим Ему уши И не осознаем Это Не примем Это То Будем подобны И ворам И я думаю Что все Сейчас немножко Так подзадумались И все Более серьезно Начали Как бы Открывать Уши И в то же время Такое Сознание Приходит Что надо Это знание Применять В жизни Действительно Это Практично Очень Спасибо большое Ну для меня Лично Так Может быть Кто-то еще Может добавить Или тогда Мы сделаем Небольшое Такое Заключение Резюме В сегодняшней Встрече Тимофей Хотел добавить Хорректишно Хорректишно Преданное Я вот По поводу Уровня Восприятия Передачи Знаний Мне вот Ну Пока Граджарена Рассказывала Навеяло Уровни Восприятия Информации С коронавирусом То есть Некоторым То есть На низшем уровне Те кто не понимает Что это такое Просто советуют Сидеть дома Более благоразумным Хорошо мыть руки И не общаться С теми людьми Которые чихают И кашляют А те Которые Хорошо понимают Что такое Вирус Что такое Они могут продолжать Жизнь Жить хорошую жизнь Но никому Не говорить Что так надо делать Жить свободно Сидите дома Потому что Эта информация Она предназначена Для очень узкого Круга лиц Я вот так вот Просто вот Ну Мне навеяло Такое В тем Это у меня Сварочная маска С фильтром Поэтому я не боюсь Да-да-да Вы Харикришна Очень рад вас видеть В Раджирену Прабу И всех Да Пойду дальше работать Харикришна Харикришна Спасибо Как мы не старались Не затрагивать Тему С коронавирусом Она все-таки Просочилась Нам в эфир Тоже Ну конечно Разные Разные понимания Разные Степени защиты Но действительно Вот эти вот Секреты Они как раз Такие вот Открываются И не зря Кришна Бхагавадгите Говорит Что это очень Очень секретное Знание И оно Действительно Открывается Только в общении С преданными Поэтому У нас большая Удача и возможность Действительно Пообщаться На основе Шриман Бхагаватам И послушать Предных Которые Глубоко Глубоко Изучают Этот И предмет И объект И поэтому У нас большая Отдача Спасибо вам большое Раджайна Прабушу Подключайтесь И я надеюсь Что не последний раз И мы еще Встретимся Встретимся И здесь И будет Возможность Воочию Раджайна Примите Примите Мои поклоны Я просто Как бы Мои поклоны Судак Кумар Хотел Спросить Там было Что Как бы Когда Предное служение Чистое предное служение Начинается Когда Мы уже Свободны От материальных Желаний И для этого Нужно Общение С личностью Которые Находятся На уровне Чистого Предного служения Вот И как бы Немножко Запутанно И становится Вопрос Ну как бы Для понимания Хочу просто Прояснить Более четкого Понимания Вот это Вот семя Бхактилата Которые Мы говорим Что Когда мы Все-таки Его получаем Вот В какой момент Потому что Ну как бы Есть такое Что Мы получаем Его вначале И тогда У нас Сфера появляется Ну и Через слушание И воспевание Мы как бы Поливаем И его Оно растет 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 Непрерывно И пока Не дорастет До Голоки Вриндауна Ну вот Немножко Если можете Прояснить Да Спасибо Спасибо На самом деле Семя Бхактилата Мы можем Получить На любом этапе Вот в чем дело То есть смотрите Как оно На самом деле Вот Давайте просто Совсем Быстро Чтобы Вот есть Три этапа Вот есть Обусловленная Жизнь Человека Освобожденная Жизнь А вот Есть Любовь Три уровня Бытия Совсем Если грубо Брать И вот Этот вот Вот здесь Человек Может начать Практиковать Чистое Предное Служение Чистое Значает Чистое От корысти Здесь Всегда С корыстью Здесь Без корысти Это Начиная С уровня Ништхи И дальше Ништха Ручи Асакти Вот эти Дубавы Ништха Ручи Асакти Это здесь Это как раз Отмарама Здесь все Что до Ништхи Здесь Практика Аништхи Табаджина Кри Ну Сейчас Как бы Термин Здесь От бавы Это все Это любовь Там уже Не практика Это уже Просто любовь Так вот Смотрите Где человек Получает Бхакти Латабиджу В любом Вот здесь Или здесь То есть Те кто здесь Находятся Когда мы Получаем Бхакти Латабиджу То Ништхи Она начинает Развиваться Благодаря Саду Санги И она как Аништхи Табаджина Кри Работает То есть Это предварительная Стадия Предного служения Мы очищаемся Мы подготавливаемся К этой Бхакти Но если человек Который Находится здесь Как Шукадева Он уже был здесь Ниргранха Он здесь был Атмарамаш Чамунайо Вот Такой человек Когда к нему Попадает Бхакти Латабиджа Потому что Эта Биджа Она может здесь попасть Может здесь попасть Тут Она не может попасть Потому что там уже Любовь Она там уже расцвела Вот Вот это два типа людей И когда она здесь Попадает То человек начинает Как бы Аништи Табаджина Кри И постепенно очищается И переходит сюда На второй этап Но когда она сюда попадает То человек Очень быстро достигает Как бы Он сразу же Его Шрадха Она сразу же Становится Ништхой Буквально За считанные часы Вот И здесь он начинает Сразу практиковать На уровне Ручи Асакти И там очень быстро Развивается Но это так Чисто технически Вот это так И поэтому Общение с преднами Оно важно на всех уровнях Здесь Здесь И здесь Здесь общение с преднами Происходит на уровне расы Когда человек Обменивается Расикой Вашнавы Они читают Раса Шастра Они о Кришне Говорят Здесь Ценность общения С Вашнавами Здесь такая Здесь ценность Общения с Вашнавами Такова что Поскольку меня уже Это не привлекает Материя Я уже свободный Но Кришны То у меня нет еще Я благодаря общению С преднами Я обретаю Кришну А здесь Общение с Вашнавами Ценно тем Что я получаю От них наставления Наставничество Я получаю От них руководство Как мне Свою Аништи Табаджина Крию Постепенно Перевести сюда На второй уровень И на самом деле Общение с преднами Важно даже здесь Даже еще ниже Потому что Получить Шратху Можно тоже Только помимо С преднами И так получается Есть три вида Общения с преднами Саду Санги Поэтому Саду Санга Саду Санга Три раза Саду Санга Почему? Потому что Первая саду Санга Это Магацева То есть Ну и Сатам Крипа То есть Милость преданных Просто говорю Окей На тебе Шратху Вот это первое Что я преданных Второй тип саду Санги Это на уровне Практики Когда я практикую И мне нужно общаться С себе подобными Со старшими Прежде всего С равными Я постепенно Ну как Я пришел в школу Какую-то Мне нужно Обязательно общение Вот И когда Достигает успеха Мастерства Он уже становится Ну Гасвами То теперь Ему нужен Третий вид саду Санги Когда То есть Та саду Санга Которая даст Его Баву Вот Его Ну поможет ему Открыть его Вечные отношения С Кришной Поэтому Нельзя Ни на каком этапе Нельзя пренебрегать Саду Сангу Просто нужно Всегда понимать На какой Я нахожусь И акцент На какой Мне сделать Ну это Большая отдельная тема Я надеюсь Я как-то Прояснил Спасибо большое Да Харик Кришна Да Действительно Эта тема Такая Объемная И Хорошо Что у нас Я надеюсь У нас будет запись И мы сможем Каждый еще Переслушать Потому что Действительно У нас много Как бы Чего было Сказано Сегодня И Очень важные вещи Детали И И И И Хотел Что-то Еще Добавить Или Тогда Мы Уже Переходим В Заключительной Часть Я Хотел В Предыдущей Голове Там Нарада Муни Когда Были Мальчиком Он был Там Описан На уровне Баби На уровне Баби Он еще Был Привязан С Сатвагуны Или Не Был Как Правильное Понятие Он Был Привязан Сатвагуны Не Был Да Это Интересный Вопрос Я Сейчас Не Готов На него Ответить Я Помню Я Читал Об Там Есть Нюансы Такие Хитрости Но Сейчас Я Не Готов Хорошо Может Потом Отдельно Можно Прислать Будет Если Найдете Хорошо Дорогие Предные Давайте Поблагодарим Враджи За Нектар Если Есть У Кого То Возможность Включить Камеры Давайте Предложим Свои Смиренные Поклоны Всем Предным Слугам Господа Которые Подобны Древам Желания Исполняют Все Желания И Полны Сострадания Ко всем Падшим Обусловленным Душам Ван Ван Каупа Трубешча Крипас Син Дом Ча Апатитанам Кау Апатитанам Кау Найфи Ваш Найфин Вон Ча Пропаду Ки Джай Гранд Рашим Адбагаватам Ки Джай Джаран Приву Ки Джай Бархан Дама Ки Джай Рашим Да Спасибо Спасибо Действительно Лекция Сопровождалась Еще звуками Вриндавана Она еще Более Нектарней Была Спасибо Большое За это Да Спасибо Большое Бредный Еще Маленькое Дополнение Сегодня День рождения У преданных Который Если вы знаете Атмарама Прабу Один из Старших Преданных И Нанда Кумар Который Также Наш Друг Преданный Если Есть Возможность Поздравьте И Передайте Свои Поздравления Спасибо И Мы ждем Следующих Встреч С Раджареной Прабу И Как я уже Говорил Преданным По Понедельник Мы будем Стараться Приглашать Более Таких Действительно Лекторов С большим Опытом И С глубиной Познания Шримад Багавата И Попробуем Сконцентрироваться Именно на слушании И на комментариях Его Попробуем Поэтому Спасибо Большое Что Раджарен Прабу Начал У нас Такой Метод И Мы будем Продолжать Дальше Своими силами И усилиями Разбирать Это то Что уже Мы услышали У вас И Конечно же Дополнять Дальше В своем Общении Ежедневном Так что Спасибо Большое Кто Участвовал Кто Подключился И я надеюсь Запись Идет И Выложу Тогда ее Доступ И Тогда Дам вам Линк Рекришна Спасибо Большое Еще раз Всем Ран-трач Мат-багу Там-ки Чай Спасибо Большое Рекришна Тогда Мы Заключаемся Здесь И Прощаемся Рекришна Редактор субтитров А.Семкин